А теперь, друзья, давайте обсудим самые свежие данные от нашего генерального штаба. Уже обновлены, потому что боевые действия идут. Данные о потерях российского оккупанта в личном составе, в военной технике. Давайте сейчас ролик об этом посмотрим и прокомментируем. Итак, коллеги, покажите, пожалуйста, это 6 августа. Сегодня, напоминаю, 164-й день войны. И начинаем с первого показателя, с самого важного показателя. 41 900 человек личного состава потеряла Российская Федерация на территории Украины. Танков потеряло также немало. 1 802 единицы самолетов. 223 было уничтожено в украинском небе российских железных птичек. И вертолетов 191 единица. Уже не взлетает, не выполняет никакие боевые задачи. Боевые бронированные машины. 4 051 единица. Средства ПВО. Установок было уничтожено 127. Автомобилей. 2970. Сгорело. После попадания наших снарядов. Ракетные системы залпового огня не выполняют свои боевые задачи. 260 единиц. И артиллерийские системы. 955 установок также не работают. Ну и корабли, и катера. Самая дорогая цифра этой войны. 15 единиц. Азовское Черное море уже не выплывают. Без пилотников было сбито над украинской землей. 744. И крылатых ракет, которые не долетели до своей цели. 182 единицы. Специальная техника. 85. Слава Украине, друзья!